А-а-а! Вот он где, блин! Он шевелится! Посадик, ну что ли? Клюёт? Рыбачишь, что ли? А-а-а! Клюёт? А-а-а! Нормально всё? А-а-а! Рыбачишь? А-а-а! Давай рыбачь! Клюётся? Ага! Ну всё, он живо, ребят, славка, вот он, наканчивай свой репаркаж! Итак, ребят, всем привет! Сегодня у нас очередной выход, мы сегодня сообразили на четверых коп, сейчас выехали на одну деревню и решили пошурфить. Травка, к сожалению, поднялась. Сегодня 23 мая, ребята, сегодня день кладоискателя, хочу всех поздравить с этим замечательным днём и желаю всем кладуху в этом году. В общем, сегодняшняя цель наша зашурфиться, найти несколько монет и всё классно. Сегодня что у нас? Серёга, Ярик и Илья. Илья, вот он. Это тот самый победитель, который на прошлом стриме у нас выиграл. Лодка там в мешке и сегодня. Именно 23-й на день кладоискателя так сложные состоятельства, что сообразили совместно. И покопаем мы сегодня вместе. Ну и, конечно же, монетки, монетки покажу и официально вручу все атрибутики нашего кладоискательского канала так что смотрим. Ну что, ребята, пришло время посвятить Ильюху и вручить приз, который он выиграл именно вот в такой вот праздничной обстановке. Сегодня 23-й, я ещё раз повторяюсь, день кладоискателя. Традиции надо чтить, приезжать, отдыхать, деда земляного задабривать, поздравлять и всё прочее. Но сложилось так, что Илюха с нами сегодня копает. Вы не думайте, это не подстава, ребята. Он реально выиграл монеты и лот. А то скажут, вот, вместе копают и подсовывают. Ребята, у меня на канале всё честно, всё без обмана. И сегодня я вручаю ему вот такой-то логотип на автомобиль. Наклеечка. Вот. Это раз. Во-вторых, вручаю лот, который он выиграл. Это у нас логотип. Шеврон будет носить на рукаве, на левом. А также его монеты. Монеты у нас, как я обещал, около 50 монет. Что хочу отметить. Это вот, например, пять копеек 1911 года. Эта монета выпускалась всего-навсего три года. И она уже окупила стоимость, которую он задонатил. Начальная цена плохого сохрана такой монеты 900 рублей. И достигает 8000. Да-да, ребята, я не лукавлю. Ну и большое количество других монет. Павлик здесь у нас имеется. Александр. Николай Первый. Советики разного рода. Жёлтенькие, беленькие. Вот. Ну и серебро. Александр Ива Второго. Да. И серебро молотобояц. Вот такой вот крупный монетный. В общем, как-то вот так вот. Принимаем участие у нас на роботе. И тоже заберёте вот такое большое количество монет. Мне вот такие два нравятся вообще. Да, красивые. Монетки почищены. Рельеф поднят. И законсервированы. Так что монетки достаточно хорошие. Пользуйтесь Сиба. Ну и всё. Идём копать находки. Чистить. Снова. Поднимать рельеф. Консервировать. И разыгрывать. Именно. Так что в путь. Час. Будем копать. И показывать, что у нас будет. Ну что, дамы и господа. Приветствуем на очередном нашем выезде. Александр. Илья. Айцо метно. Илья вон с нами копает. Ярик там на задах. Вон у меня лопата торчит. Тоже находка. Но. Камера была рядом с Таньком. Поэтому. Заценим. Он уже немного. Первое медное колечко. Ну колечко. Оно точно медное? По-моему светлое. Не. Вроде сигнал цветнее. Блять. Копательки батарейки чуть меняли. Блять. Блин. Ильюха. Я только что отсюда. Ну две штучки там да. Ну пока не копают там колечки батарейки короче. Пойду покажу что я нашел. Ярик как дела? Нормально. Тоже рядом с фундаментом. Вот их несколько. Один Санек разрабатывает. Вот здесь второй, третий. Сначала решили побегать по верхам просто. И вот. Три копеечки выпало. Тридцать третьего года. Ранние советы. Состояние не айс. Ну. Покоцаная какая-то вся. Но. Пропущенный сигнал. Фактон есть. Так что. Продолжаем ходить. Санек танцует. Сейчас он. Ложку нашел. Какую ложку покажи? Ложку. Ложка ребят латунная. Из сервиза. Вот самое главное то что она целенькая. Хорошенькая. Слушай, целая. Да. У меня и такая чайная. Я не знаю. Может она даже какая-то детская. Нет? Нет. Это чайная. Обычная сервизная. Просто она как бы редко мне попадает. Ну. Размер вот какой. Вот. Колечко видали? Колечко да. Вот. И у меня первая монета. Жалко то что эта монетка двадцать четвертый год. Не двадцать пятый. Да. А двадцать четвертый. А обратная сторона тоже хорошая? Ну. Более менее. Ну. Хорошая. Ну. Ну. И бутылочка была. За стол то? Не целая. А где она? Да. Значит двадцать. Вот на бутылочках тоже царского времени. Слушай да. Это царь. Сургуч. Да. Ну. Она ведь и без надвисей, без силы. Но это царь целый. Можно забрать в принципе как находку. Видите? Сколько здесь? А? Полный. Смотришь. Полный. 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 Ладно. дамы и господа у нас самое начало шурфа разрабатываем с трех углов его у меня пока ничего у илюхи выскочил пузырек офигенный царские зелененькие наверное какие-то духи да да очень приятно или яд мужиков травить бабу может такой калфелин а у санька выскочил крестик тоже необычный какой-то самодельный что ли или да ребят смотрите крест очень оригинально тем что он либо олова либо свинец в этом роде но это как бы дублеж именно креста женского нательного на лепесток лепесток да но это очень меня такие первый раз встречаются таких еще меня не прям до оловянный да 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 оловянный крестик вот такой классно ладно продолжаем александр опять отличился у нас кроме ложки монетки 24 года копейки еще нашел да ребят это двушка сожалению сохран удручающий затертый деформирован но фактом что это две копейки николаевского образца год к сожалению сказать не могу но с уверенностью могу сказать 1900 какой-то год а дальше история умалчивает вот такая монета зачетно она есть значит лучше еще будет еще одну надо найти пойдем к столу шашлыки ночью я как монетоз ну конечно как же так чтобы я еще на шурфе и был бы давай подкинь подкинь ему вторую сделай и пойдем к столу что ребята вторая монета сквозь всю чернину вот эту бесполезную кучу вообще просто кучу чернины все-таки выскочил хороший сигнал и это у нас калаша игровой до копейка игровая с напильным со стороны орла игровая копеечка ну да но это видать эти играли железо куча но все продолжаем уже у всех по солидной яме ребята мы собираемся я река мангал готовимся к обеду санекает выру какую-то очень странную бутылку такой не раз не видел до этого вот еще одну выкопала вторую вот горлышко уже под сургуч видать старые вот эта шайба так о смотрите какой пряжу еще ребят варить интересная бутылочка тем что смотрите здесь вот я первый раз вижу какой-то типа прицеловишься ранее прицел наливать ну типа того да ну факт том что сейчас подкопать еще да я думаю на это уксус это уксус нам девушки да она треугольные это треугольный уксус да ладно я никогда я уксус надписями не видел кель смотрите делать ёпты внутри москва и москва и лерь москва так здесь я нету здесь нет эту курсу смотрите какая красотища ёж твои я такой первый раз с таким соском ёпты вторая были на я камеру забыл доверяешь им вот такие ответственные дела как прямом эфире от капу бутылочки с лечкой вообще они были кей лерь булер киллер из были без надписи и плюс без этой вот рудольф келерь энд компани а еще снизу смотри тут б бордо бордо да да ну кладом фоксин давай с насечками наверно я у тебя ее заберу нет нет еще найдешь ну чё все у нас андрюх тоже распечатался и у него вылетает а ну ладно и это у нас царь это двушка до двушка 1905 год 2 спб ну отличный вообще сохран пацаны разжигает у нас мангал старший камрад у нас обучает молодого бойца жаль шашлыки самые трезвые капа да уж ну вообще обалденно смотрю даже без или 3 3 3 3 1803 3 3 3 3 3 ну все с почином забираем у санька опять бутылка с надписями маленькая вот сегодня у вас бутылочный король смотри все считаю что здесь вот с этой стороны я у меня такая первый раз слушай ну костро на не прочитать санек да не просто надо смотри полинута копиру гостро костро уков блин ну здесь немножко утраты блять но все равно меня такой буду теряешься во-первых извиняюсь здесь значок 23 мая клубоискателем можно вода значок имеется смотрите значок какой нужен но это точно прям больше нету вот на одном крае одна грань да да о скольки в ничоси раз два три 4 5 6 7 8 9 ничего за на 20 грани че за надпись про ви но это микстурно точно нет надо читать под этим увеличил к здесь мы не увеню это классно ребят снизу москва написано москва много мира москва бутылочка маленькая но это явно микстурно вот снизу лишь москва гостро острогов яд 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 есть но и снизу москва у здесь прям москва читает вообще за счет класс красава немножко за что цена но это нам при жизни это не санек я аккуратно шоком ну все мы забираем продолжаем у санька опять обалденный сигнал но неизвестно что начинаем пробивать вот она берешь доставать маленькая но факту это не монеты это это колесико от керосинки надпись читать должен я уж это у меня по старине когда коваре до вислое печать читать там должна быть да ничего там нету немецкая надпись ничего нет с резьбой видишь нет футы извините за мой жаргон я за пику но это чистый керосинка это число москва нет а нам похоже на мебельный нет это керосинку сто процентов да или ну ты какая-то мебельный видишь четырехгранник четырехгранник зачем зачем четырехгранник это керосин да нет да уж поверьте мне шурфологу алиске спросим четырехгранник меня смущает на конце лату здесь меня смущает четырехгранник так подписчики пишите пожалуйста ваше мнение что это такое александр поиск 63 говорит что это от керосинки вы пишите в комментариях что это потому что говорят что это нет а меня гулять четырехгранник на конце он должен упираться для для идеи он должен упираться в дерево и не давать проворачиваться болту какой нахрен дерево блять керосинку какой какой керосинка советую это не керосинка керосинка нет да нет комментарии пишите ребят нет да это керосинка нет это мебельный шуруп ребят начали шурфить следующий фундамент пока у нас пусто но санек ушел в сирень и посмотрим что у него там произошло далее пойдем сейчас вы его разоблачим чем там нашел бутылку него кстати хватает цели санек то есть мы сняли короче пару монет и чё а у санька здесь тухла тухла пьет керсаре разработал здесь небольшой фундамент фундамент слушай ну это вообще ни о чём конечно здесь чё то на два штыка снял и все вот типо того да вот здесь говен кубкова вот мой серий день у него в жизни это наверно дом чуть дальше но в данном случае вы здесь вот полнур а вот здесь крапива смотри скорее всего сарай или пристрой или что-то в этом роде ну предводитель слушаем тебя прощупает щупом наверно сарай на ощупь наполовину вот боб железный лоб и мои полщупа провалится пойдем копать ребят идем искать александра шурфим а у куда-то пропал идем прочевал щуп видно да такая коряга или сарел садек рядом со щупом он шевелится он шевелится ребята он шевелит ну все живо ребят слава тебе вот заканчиваю свой репортаж телефон болтать или план монет нашел где монет ты давай бутылки копай слышали ребят илюха там бубнин блять ни хрена ничего не накопали итак ребят в общем будем заканчивать сегодняшний коп получился он у нас не особо интересно но зато отдохнули хорошо весело вот по находкам что было интересным это конечно же по бутылочкам по монетам полный отстой но все же по традиции обязаны вам показать что мы вне эфира и ровни кадров подняли немножко монет немножко стекла и все же илюха говорит говно коп ну согласен сегодня не очень не каждый день не каждый выход у нас сенсации ну а сейчас конечно капоту где у нас находки и так ребят по находкам у нас получилось вот так вот смотрите стекло очень интересное раз два три 4 4 бутылки мои одна илюшина и одна вот такая вот дедушки серёги и на этом стекла все чего так копеечка 1900 так 13 или 15 год николашка вот причем она рукожопная кто-то в нее играл 24 год моя 24 год принципе бодренькая затем копеечка это серёгина тоже у меня двушечка 1903 о 2 2 монеты 1903 год илюхина илюхина и моя и у серёги еще копеечку такая очередная рукожопная тридцать 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 третий год в общем у серёги сегодня одни рукожопные предметы вот потом ложечку такая вот интересная и керамика здесь просто шикарно жалко что не особо что задела рукожопу да в общем как-то ребята так вот у нас получилось по находкам стекло конечно порадовал особенно вот эта бутылка смотрите вообще хорошая бутылочка келлер келлер и ка москва стоять вот и две бутылочки вот такие вот самозасчетная такая вот причем носик смотрите наливной такой вообще классно единственная находка которая сегодня достойна это конечно бутылка с надписью и на этом все так что ладно пока позови меня степь позови меня боли позови меня лес и крутой бережок я рождён чтобы жить словно птица на воле обнимая прибор пряча хабар в мешок а